Всем бобра! С вами Капитан Немов. Сегодня постараюсь вам объяснить, в чем разница между пьезозвукоснимателем и магнитным звукоснимателем. Многие задают мне вопросы. У многих есть проблема в выборе инструмента. Они не понимают, в чем разница, в чем фишка магнитного датчика и в чем фишка пьезозвукоснимателя. Вот объясняю. Гитара с магнитным звукоснимателем. Вот она. Вот это магнитный звукосниматель. Они бывают разные. Бывают сингловые, бывают хамбакеры. В данном случае это хамбакер двухкатушечный. То есть две катушки дают более мощный выходной сигнал и более мягкий звук, такой приглушенный. Вот это гитара с пьезозвукоснимателем. Пьезозвукосниматель устанавливается под подставку, там внутри инструмента. И у него принципиально другой принцип снятия звука. То есть пьезозвукосниматель снимает механические вибрации самого инструмента. Давайте сравним звук. Начнем, пожалуй, с пьезы. Включаем в процессор. В данном случае я использую процессор Line 6. Вот, сейчас покажу. Вот такой вот. Очень хороший для студии самое то. Вот, слушаем. Ну, во-первых, вы слышите звуки, которые от прикосновений к инструменту, да? То есть звукосниматель стоит сейчас под порожком, под вот этим вот, внутри гитары. Естественно, он снимает звук такой, какой он есть в натуре. То есть натуральное звучание. Это как раз подходит для тех, кто хочет слышать именно саму коробку такую. Олдскульный звук. Олдскульный звук. В чем достоинство этого звукоснимателя, таких звукоснимателей? Ну, достоинство в том, что вы будете слышать, вы получите такое звучание, как оно было раньше, в древние времена. Вы можете записать эту гитару, включившись в звуковую карту или там в устройство звукозаписи. Вот, и получить именно такой чистый, конкретный звучок. Ну, можно его еще и перегрузить. Сейчас я попробую это сделать. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, а здесь вы уже услышали то, что гитара звучит так, как она звучит в натуральном виде. Но, какой недостаток у этих звукоснимателей? Недостаток самый главный в том, что если вы захотите играть на какой-то площадке, используя усилительную аппаратуру комбик, например, там, ну, для живых площадок это не очень хорошо, потому что, так как пиза улавливает все звуки в инструменте, то она, естественно, будет сильно микрофонить. Поэтому постоянно будет возникать проблема с тем, что инструмент будет заводиться, грубо говоря, будет давать обратную связь. Это свистеть, и будет очень сложно на нем играть. Но для дома, для звукозаписи, для каких-то тихих концертов это очень даже ничего. То есть, очень хороший вариант. Давайте теперь посмотрим магнитный звукосниматель. В чем его фишка? Естественно, в отличие от пизы, магнитный звукосниматель имеет абсолютно другой алгоритм действия. То есть, он снимает магнитные колебания струн. То есть, корпус на него уже никак не влияет. Гитара заводиться не будет. Если вы включаетесь в комбик или усилитель какой-то мощный, оходитесь рядом, то обратной связи здесь не будет. То есть, исходя из этого, мы можем ее нагружать, допустим, там, овердрайвом, или использовать какие-то иные эффекты, или играть на большой громкости, понимаете, да? Как это звучит сейчас, продемонстрируем. Звучание такое электрическое, то есть, как на электрогитаре. Естественно, для магнитного звукоснимателя нужно ставить струны стальные, которые предназначены для игры на электрогитару. Субтитры создавал DimaTorzok Достоинство таких звукоснимателей в том, что вы можете играть на большой громкости. Но, по-моему, недостаток в том, что здесь не слышно самой коробки, самого инструмента. То есть, фактически, без разницы, вы можете поставить такой звукосниматель на любую палку, и у вас будет звучать эта палка, понимаете? То есть, вот эти вот фишки сигарбокса вы не получите. То есть, вот этого олдового звучания, которое есть в пьезо-звукоснимателе, вы навряд ли получите. Но зато вы будете иметь возможность играть на больших площадках или в клубах где-то там, в громких таких вот местах, заведениях. То есть, с большим усилением. Вот. Ну, надеюсь, я вам объяснил, и теперь вы не будете мучиться с выбором инструмента, какой инструмент вам надо, с пьезо-звукоснимателем или с магнитным звукоснимателем. С вами был Капитан Немов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, покупайте гитары. Всем пока!